Для начала подготовим форму для нашего будущего бисквита. Я пользуюсь очень удобными раздвижными кольцами, так как бисквит можно выпить в такой форме любого диаметра. И конечно же это сэкономит не только деньги, но и место на кухне. Если планируете печь на заказ, обязательно приобретите себе пару таких колец. Я всегда формирую из бумаги и фольги дно. Это удобно, так как бисквит никуда не вытечет. Кто-то конечно не пользуется ни фольгой, ни бумагой, просто ставит на силиконовый коврик и выливает в него бисквит. Но если ваше тесто очень жидкое, типа в шоколадной кипятке, сразу говорю, что ваш бисквит вытечет весь. Поэтому не рискуйте, делайте такое дно. Это очень просто сделать. Внизу я еще провожу пальцами и сильно прижимаю. Получается очень плотный бортик. Такую форму я сразу же ставлю на противень. И уже с налитым в него бисквитом никуда его не передвигайте. Теперь займемся непосредственно самим бисквитом. Заварной бисквит делается так. Разбиваем яйца все. При этом мы их должны взвесить. Шесть яиц у нас весят 336 грамм. Пропорцию сахара и муки я высчитываю всегда вручную. 336 грамм яиц. Делим на полтора. Получаем 224 грамма сахара. Так же поступаем и с мукой. Только делим уже 336 грамм на 1,7. Муки получается немного меньше. 197 грамм. Пропорция эта очень удобная. Так как яйца у всех разного размера. А бисквит не любит, чтобы пропорции были примерными. Теперь взбалтываем хорошенько яйца и добавляем сахар. Заранее нагреваем водяную баню, так чтобы вода не касалась дна миски. Яйца необходимо нагреть до растворения сахара. Проверяем пальцами всегда, как растворился сахар. Как только он растворяется, сразу снимаем яйца. Так как нам их нужно немного нагреть, но не сделать из них омлет. Взбиваем на высокой скорости. Миксер у меня мощность 450 ватт. Примерно 10 минут. В пышную-пышную массу. Проверяем, как мы взбили. Можем провести лопаткой по бисквиту. Если линия остается четкой. Значит, все правильно. Теперь миксер нам уже не понадобится. В 2-3 приема насыпаем муку. Аккуратно перемешиваем венчиком или лопаткой. Здесь слишком сильно мешать не нужно, без фанатизма. У нас масса должна остаться воздушной и пышной. Все, выливаем в форму. Наша духовка уже разогрета до 180 градусов. Выпекать будем 35-40 минут. Степень готовности, как всегда, проверяем шпажкой. В этом бисквите нет ни соды, ни разрыхлителя. И посмотрите, как он высоко поднимется. Чем мне нравится этот именно рецепт, так как его надо меньше пропитывать и он более сочный. Посмотрите, какой высокий получился. Перед тем, как доставать его из формы, даем им немного остыть. Ну а вытащить его из формы, конечно, думаю, справится каждый. Просто убираем фольгу. И ножом отсоединяем его от формы. Любой бисквит лучше замотать в пищевую пленку и оставить в холодильнике на ночь. Он будет при разрезании меньше крошиться. Это будет удобней. Ну, так как я хочу показать вам, какой внутри, сейчас мы его разрежем. Не забывайте убирать бумагу для выпечки с обратной стороны. Если, конечно, вы не любите бумагу. Разрезаем наш бисквит. На три коржа. Смотрите, какой он пористый, воздушный. И нежный получается. Советую попробовать и обязательно у вас он получится. Всем пока!